1 августа министр направил письмо всем федерациям, сферам образования, сфере спорта, спортивное общество, управление соответствующее при областных администрациях, местное самоуправление. С тремя вопросами, какого рода и качества концептуальное предложение к реформированию. Также попросили определить, какие на сегодняшний день есть сдерживающие факторы в текущей деятельности. И каждого из запрашиваемых попросили определить место подобного рода организации и субъекту в сфере спорта. То есть место имеется в виду функции, возможности, статус и так далее. Вы, например, спортивная школа. Скажите, пожалуйста, как бы вы видели свои функции дальше в этой сфере? Хотите вы, например, самостоятельно определять свой бюджет, либо получать его сверху? Хотите дальше работать по действующей системе, которая производит финансирование затрат, либо вы хотите перейти, например, к системе, которая уже предполагает не только финансирование затрат, но и достижение каких-то результатов, в том числе в спорт непосредственно. Может быть, вы хотите получить легальные источники зарабатывания денег, опять же, в этой сфере. И вот каждый имел возможность и имеет до сих пор возможность дать соответствующие предложения в таком контексте. То есть они, по-моему, охватывают и исторический период деятельности, да, и вопросы развития. И вот сейчас происходит этот очень важный этап обсуждения, обработки этих предложений так, чтобы взять здравое, разумное.